Приветствую вас на World Seize Online как всегда к пятницу 20.00 выходит выпуск и сегодня мы как всегда по традиции начнем с событий которые ждут нас на следующей неделе и поехали экономический календарь значит понедельник тихо без событий вторник из важных отчетов это был по германии если вы помните на прошлой неделе был отчет по британии там просто колоссальные минус 26 процентов германия ожидается прошлый показатель был минус 2 и 2 ожидается минус 10 процентов причем по европе это еще не сильно большая просадка этом в испании и италии там или в испании или в италии там около 30 вроде значит продажа нового жилья по сша отчет по германии кстати будет 900 как раз сейчас до открытия московской биржи соответственно может качнуть немножко во вторник 25 августа на всех случаев предупреждаю так и среда у нас запасы нефти четверг отчет по сша ввп он будет 15-30 по москве ожидается почти минус 33 процента предыдущий показатель был минус 5 я думаю не отчитаются чуть чуть лучше и соответственно там около 30 процентов должны показать число первичных заявок на пособие по безработице тоже 15-30 то есть сразу два счета потом через 40 минут выступает паул глава фрс 16 10 и пятница у нас по канаде ввп потом решил выступить глава банка англии бейли и будет выступать в 16 00 вот такие события нас ждут под конец лета друзья мои лето подходит своему завершению это был экономический календарь сейчас мы начнем по нефти и так нефть вот она у нас я уже подготовил уровня поддержки сопротивления важные диапазоны итак это склейка контрактов соответственно начнем с чисто октябрьского по октябрьскому контракту стоит выделить уровни поддержки которые как раз сформировались на 4160 даже 4170 по 4180 с копейками там около тонны и еще вот 85 751 но судя по тому как торгуются уже пятница потенциально могут не удержать уровень есть еще вот последний блокпост 406 тут почти полторушка дельта здесь по открытому интересу вернее давайте посмотрим ликвидности это первая неделя этого контракта то есть он свежий вот этот вся неделя это начало этого контракта самый топовый день был 20 числа 303 тонны сегодня 210 то есть это двести двадцать четыре тонны было 19 числа то есть последние три дня с пятница четверг среда вот самые ключевые дни по открытым интересу естественно там сейчас открывает позиции и соответственно пока я могу показать сегодня практически без изменений точно так же как и вчера по открытым позициям на выходные оставлять и прошу заметить вчера было дельта минус три с половиной тонны причем смотрите в семнадцатого числа 4 2 на следующий день 4 4 обратно пошла есть раскачивали они в лодочку собирали заявочки как раз в районе 42 7 топ по торгам был и еще такой уровень как 43 стоит отметить здесь шестьдесят две тонны а сто одна тонна у нас получается 42 7 по ядру если вы посмотрите в здесь ключевая дельта в основном шорты то есть вот этот весь особенно на вот этот диапазон пришелся весь удар и соответственно этот диапазон не выделил качестве сопротивления 42 с половиной 42 и 8 это уровень сопротивления на новом октябрьском контракте возьмите на заметочку я учусь поярче выделю чтобы вы его точно заметили этот диапазон сопротивления также сопротивление еще есть по верхушкам торговых дней 43 1 из 43 25 тут немножко шире коридор за счет сентябрьского контракта там немножко больше было это вот этот торговый день там добавил свои немножко коррективы но по текущему контракту вот этот массив а это это уровень сопротивления второй значит вчерашняя сессия была открытие-закрытие вот вы видите сами открылись и закрылись на максимуме соответственно такая более реверсивная сессия вполне могла быть как раз моделью прощания как бы 43 уровнем и вот эта сессия сегодняшняя уже как бы практически 90 95 процентов кпд на short но дельта почти 4 тонны вот это вот очень удивляет и соответственно будь осторожна вполне может быть еще и продолжение этой раскачки но очень осторожно если цену выдал вытолкнул за 42 соответственно могут закрепиться на этом уровне выше 42 обратить внимание здесь штука 900 800 полторушка значит 41 6 это уже самый последний уровень поддержки и у нас получается 41 8 тут тоже тонна то есть это может быть такой коварный маневр поэтому если вы увидите понедельник старт цен на 42 и 2 и выше соответственно может быть как раз вот площадка для старта на покупку непосредственно вот с этих уровней дальше нужно уделить внимание коридору со 25 42 8 но в целом это если сценарий на покупку здесь вы увидите такой небольшой если по склейке смотрите равно удаленный канал вот и такой условный до уровень поддержки как раз немножко совпадает 40 16 и вот такой плотный саппорт это если склейку контракта смотреть здесь достаточно неплохо напаковали покупок было 40 75 41 3 вот очень тяжело сейчас идут около 43 поэтому вполне может быть что немножко просядут откорректируются но опять же впереди холодный сезон принципе не должны сильно не падать если даже будет снижением но в любом случае вы видите здесь пока по двоечками дают шарты потом покупки снова шарты покупки но в целом пока цена на сорок один с половиной уже ушла соответственно при сценариях на продажу как вариант еще последнее прощание уже удержит уровень 42 с половиной тогда могут рухнуть а вот либо же прямо с вот этих уровней которые сегодня сформировали шартов прям сник на и будут падать это в случае если сценарий на шорт будет актуальна то есть вот этот массив который они толкнули в четверг соответственно могут еще протестить и потом уже будут это если сценарий на шорт все таки будут отрабатываться если вы стоите в шарте пока все боль более менее неплохо только вот удивляет пока четыре тона дельта на бай то есть просили ты не сильно соответственно подкрытым интересу там особо не видно пока просадок но и факт есть факт идентичная дельта на покупку здесь она как бы роль большую не сыграл будьте внимательны и осторожны пока у нас сель сразу давайте захватим и бренд который на мой экс торгуется здесь тоже подготовил уровни уже сразу вы видите по открытому интересу здесь рост позиций вот если взять без дельты посмотреть на нижнюю гистограмму приток достаточно неплохой вот миллион шестьсот и уже миллион восемьсот то есть сильно приложились соответственно судя по бренд который на мой экс торгуется здесь как бы желающих шортить очень много и соответственно тоже возьмите то на заметку саппорт который сейчас 10 непосредственно сформировали еще в конце июля вот эти вот четыре плотные сессии на покупку 43 45 43 8 как раз здесь неделя остановилась удержат соответственно можно будет присматриваться к сценариям на покупку коррелируя с движением котировки по сель далее в саппорт который был еще вот предыдущий это в районе в начало августа 4 число 3 пока пробили то есть вот четверг там еще немножко закрепился но пятница видите уже не выдержала и по шортам три дня идут шорты собственно начиная с 19 числа это 45 уровень ядро как раз вот вы видите коридор от 45 и 5 по 44 65 ядро сентябрьского контракта два уровня сопротивления в районе 46 и 45 и 5 по 45 и 7 непосредственно внутренние вот эти вот два уровня фресистен 45 45 2 это непосредственно уже за эту неделю сформировали также свежих вот этот уровень который был сформирован вчера и также 14 числа здесь тоже достаточно активно шортили как увидите здесь по дельте вот по правой гистограмме почти 120 тонн дельта на шорт в общем саппорт я вам отметил 44 уже пробили и осталось 43 с половиной 43 8 тут тоже 47 45 между ними по двадцатке примерно тонн вот такие вот события на съельки of vwp идет в районе 45 чуть ниже то есть допустимой коррекции до 44 65 если здесь байер ничего не смогут сделать соответственно у нас как бы уже открывается сценарий на шорт если будет все-таки коварный план и будет все-таки закупка на рост то они пару дней тут должны остаться как раз по календарю там будет запас сырой нефти напомню в среду вот как раз поняли к вторник они здесь могут немножко про стоять начало контракта как раз здесь диапазон оптимальный и тогда может в среду уже про и пройти сценарий набая то есть вот такие примеры взгляды на движение по нефти идем дальше в индекс доллара он же dx так получается текущий контракт здесь по нижней гистограмме часа покажу открытый интерес вот значит по открытому интересу просели сегодня всю неделю держались около 33 тонн 32 33 вот так вот и сегодня 30 . вышли то есть вот пошел вернее сегодня 20 числа пошел сброс по ликвидности не самая агрессивная неделя то есть были получше особенно вот можно обратить внимание конец июля также неплохо было и в начале августа и сейчас сам самая такая лайтовая вообще но тут в этой неделе вы ключевой момент значит прощупали минимум контракта вот они сходили явно за стопорями вот этих байеров потому что здесь огромное количество шартов прямо вот за минимум контракта тот сейчас уже минимум естественно на около 92 но в целом сразу же резко ушли обратно ничто иное очень похоже на сценарий снятия стопорей то есть если следующая неделя понедельник начинают торговаться спокойно в этом коридоре в районе 93 93 с половиной закрепятся там целом и шансы что мы действительно видим сейчас модель снятия стопорей то есть выход пробили сняли стопорей сразу же тут затарились на бай в следующий день уходит на покупку и ну пока вот так если же все-таки идут обратно на 92 5 то с нее не заходят опять ведро вот она у нас то есть здесь как бы расторговывается обратно на шорт соответственно сценарий на покупку уже отменяется тут как бы ключевой момент 93 они смогут удержать или нет вот здесь достаточно неплохой массив покупок что очень важно и поэтому я про сценарий на байк в первую очередь ну подчеркнул сценарии на шорт опять же если понедельник агрессивно уходит обратно на пробивать пятна четверг то есть вот у нас соответственно ну единственный у нас уровень поддержки который может немного себя как-то проявить это в районе 92 и 34 вернее на 100 24 а так в целом как видите сильно просадили вот этих байеров которые тут формировали достаточно долго долго ну вот такие в общем-то уровне по индексу доллара по дельте как вы видите из тех дней которые есть четыре вернее три на шорт единственный был 19 числа но там как бы по открытому интересу еще были какие-то позиции открывались вот но фиксация вот 30 число как раз здесь удивляет то есть вот этот весь маневр видимо вышли вот эти покупки которые были брошены 19 числа судя по открытому интересу видимо зафиксировались поэтому и дельта вот такая на шорт а вот ну посмотрим сейчас надо посмотреть как понедельник откроется для этого это уже важно ну в целом если будут спокойно торговаться в районе вот этой поддержки то есть вот как раз в этих диапазонах 93 492 и 8 начнут формировать понедельник вторник с них потом могут потихонечку встать дальше на покупку там если все-таки сценарий на покупку вот так вот отыграют то у нас получается сопротивление которое вот 93 5 93 7 с копейками непосредственно здесь небольшой уровень то есть он там больше и 93 9 94 10 это слабенький уровень то есть он второстепенный этот кстати тоже вот соответственно вот такая картин у нас по индексу доллара следующий у нас по списку золото сейчас очень много внимания именно этому драгметаллу потому что на планете творится бог знает что с этим вирусом крупные просадки по ввп и соответственно что делать какие активы покупать куда вкидывать где сохранить кэш но естественно собственно в золоте вот мне даже было интересно почему золото так очень ценится да вот цены золото кому интересно обязательно загуглите крайне интересный металл достаточно тяжело поддается разным воздействиям окисления там так далее соответственно есть что его как бы ценить соответственно по давайте начнем подкрытым интересу сначала пройдемся значит у нас был пик подкрытым интересу если ошибаюсь 416 вот он к потом у нас немножко просили до 409 это как раз за счет вот этого сброса массового и этот после этого сброса как-то аккуратненько не потихонечку дам до 404 дотянули сейчас 399 то есть просели вот это снижение явно было не по сценарию в те кто пытался покупать а по дельте вы сейчас увидите были покупки особенно вот эта сессия 404 к когда они 400 на 404 к вырос этот интерес была дельта 6 с половиной тонн на следующий день уже просели явно там часть начала спекулятивно фиксировать но дельта все равно еще была на бай и 401 тонна пошли на шорт вот сразу 6 половиной тонн в этой торговой сессии если же это все ничто иное как еще один повторный сброс перед ростом а назревает явно неспокойная осень соответственно ну пока вот по неделе в шесть половиной тонн это было в среду около семеста явно начали снова сбрасывать продажи вот у нас даже есть небольшая площадка на покупку в районе там 1249 1963 вот ну здесь еще можно было как-то это все закрыть на это глаза то есть после такого сильного движения немножко пит-стоп зафиксировались но дельта пока еще на шорт и сегодня дельта нашего 2000 контрактов около 45 держится цена и собственно такая картина то есть если вы стоите в шортах пока что пока не пробьют вот этот коридор есть еще шансы что шерты удержит 19 49 нас 55 вот коридор здесь очники два уровня мощных сейчас покажу 2 и 3 тонны две с половиной штука штука ну в общем плотника здесь набросали 54 49 50 51 потом две штучки наши второй бросили здесь на 63 и собственно все по шортам если смотреть очень интересный уровень это 32 30 вот здесь три уровня сумма на получилось так плотненько наш на шарте но это за счет скорее всего вот этой торговой сессии который был 11 числа как видите плотность сегодня по покупкам слабенькая дельта 2000 так и остается за селлерами но котировочка по крайней мере потихоньку возвращается уже ушла на середину коридора соответственно для того что если вы все-таки зашли здесь на байна на лаях недели то у вас как бы предстоит вот этот плотный коридор шартов за счет вот этой сессии даже вот этих двух очень внимательно следите их их должны пробить если их не пробивает этот коридор соответственно сценарий на продажу может вполне дальше свое дело продолжить и собственно вот такая ситуация по золото и wp в районе 19 83 достаточно неплохо отклонились уже немножко но за счет волатильности ажиотажа как бы немножко перепродан фьючерс и это их не останавливает могут они еще настолько упасть но собственно пока по ликвидности если вы посмотрите то текущий вот контракт в рамках терпимо то есть никаких то нормальных всплесках нету то есть идет здесь оборот триста сорок четыреста пятьдесят тонн примерно в среднем столько же на прошлой неделе ну торговых дней здесь выше 300 тонн у нас получается 3 почти уже 300 набрали в пятницу достаточно неплохи неплохие обороты даже в сравнении вот стартовой неделе который был этом районе начала августа вот такие в общем то сценарии ну самый импульс уже дали но в целом сразу же попытались отыграть его вот это вот и очень настораживает ядро идет у нас на данный момент в районе 44 по 62 опять же вот как ориентир если они будут спокойно удерживать коридор вот ну цену на в этом коридоре то вполне могут еще попытаться войти на покупку опять же уровень сопротивления указал вот такие в общем то события пока что со стороны байера особо намеков немного поэтому если вы держите шорт в районе там понеделька вторника зашли или среды то в целом еще пока можно держать вот такая ситуация по золоту идем дальше дальше у нас по списку если не ошибаюсь возьмем немножко российских инструментов это индекс ртс и так по индексу ртс у нас получается 648 все-таки топчик был вот здесь у нас получается топовая сессия по ликвидности и 648 тонн 2 по рейтингу торговый день то есть у нас вчера просели вырос немножко оборот с 420 тонн до 560 сегодня еще вырос 648 вот и оторвались немножко от максимума там принципе начал расти рубль поэтому но ядро пока еще остается вот в районе 121 250 по 122 650 вот это ядро потом уровень поддержки которые бы бы были мысли что его все-таки удержат пока что удержали это вот это плотная диапазона особенно 125 700 125 850 но я захватил еще 450 уровень здесь принципе там 300 внутри 440 уровень 550 поэтому его я думаю тоже прихватить но объединить как бы два уровня пока на нем как бы остановились немножко прокололи но в целом пока откатываются два дня достаточно ударных и таких серьезных на движение по шортам открыт интересом вот немножко скачок был вчера сегодня грубо говоря еще меньше чем начале недели давайте немножко цвета поменяем здесь мы поставим такой цвет здесь мы поставим такой цвет и у нас будет вот такая картина то есть потихоньку падали по открытому интересу потом резко вкинули кэш вот здесь был брос и зафиксировались причем видно где фиксируется это вот здесь пошли покупки вот этот откат идет по причине фиксации но рванули очень резко видимо что-то знают по объемам тоже мы видим с вами прирост и по шортам шорты и час откупают уже больше от купили чем под эти шортили вчера вот такие в общем то сейчас события 551 процент дисбаланса после объема по дельте сегодня четыре с половиной почти идентичный как вчера посмотрим чем это закончится давайте сейчас поближе немножко подтянул по уровню даже не так вот так мы сделаем значит это у нас идет кастомизированный профиль по вот этим последним двум дням которые ключевые на этой неделе и у нас получается вот такая схемка то есть вы сейчас видите срез вот этих двух дней по дельте видно дам надеюсь хорошо то есть если взять два дня и просуммировать их дельту то профиль получится вот таким вот то есть здесь очень плотный коридор на бай я выделил 455 450 но 125 450 даже можно захватить 126 400 площадка то есть если этот уровень будет удерживать и баррик а с него немножко будет раскачивать на покупку есть шансы потом у нас идет 1027 200 по 128 500 это к за счет вот этой сессии торговой но сам факт что котировка у нас на 126 190 опять же могут просто еще манипулятивно скидывать общий оборот за два дня 648 тонн и дельта почти 30 . вот здесь указывается за два дня то есть за счет вот этого всего снижения два дня падают а а дельта 30 тысяч контрактов итогово суммарно прошу взять это на заметочку в довесок к этой информации на прошлой неделе я вам говорил что отклонился немножко index rts он сейчас белым цветом отображается график от бренд который на макс торгуется вот это было отклонение его подчеркнул как раз этот момент был сейчас амплитуда отклонения у нас получается было вот в этом контракте там в районе 211 и на прошлой неделе но вот которая была новость онлайн до 270 скачок был то есть мы с вами видим что бренд уже не пробил максимум свой еще на той неделе и на этой неделе он уже начал скатываться ниже соответственно вот вся неделя кто все-таки прислушался к рекомендации вот за гоночку они пошли уже выровняли то есть уже все вернули отклонение уже до нуля пришло как раз именно сегодня вот этот периодически они отклоняются и соответственно эту информацию тоже можно использовать в качестве как бы подтверждающего триггера на вход позиции ну в общем-то те кто прислушался и в этом диапазоне заходил на шорт целом как бы они уже свою раскорреляцию сгладили то есть опять в ноль пришли по дельте корреляции поэтому тут можно даже пока и частично зафиксировать позицию так рубль так рубль ядро у нас получается в коридоре 73 250 по 74 здесь получается по открытому интересу у нас даже был набор позиции в районе вот 73 73 400 с этих уровней немножко подросли был даже 2 и 6 по открытому интересу скачок был как раз вот эту сессию в четверг и немножко просели но это явно эффектив фиксации пошли перед выходными терпимо просели вот но сброс позиции был в четверг вот это диапазон вот здесь прям хорошо подойти заметен также я специально закастомизировал вот этот участок где был рост открытого интереса вот именно здесь и итог этой всей активности у нас получился вот такой 19 миллионов оборот по объему плотный диапазон покупок итогово вот я звучу 73 700 по 74 250 особенно обратите внимание на этот диапазон 73 974 250 самый плотный подойти здесь 74 100 140 тонн дельта только а вот и в целом как бы все все вот шарты которые были они уже позади здесь 124 тонны 100 тонн подойти показываю по ликвидности и подойти давайте сначала подойти значит два дня вот этих на покупках идут даже тот тот факт что сбрасывают на 75 явно там кто-то зафиксировал но дельта все равно осталось на бай еще по сценарию если вы в покупке то крик коррекция вполне допустимо до 74 450 74 700 здесь краску и плаще площадочка на покупку уже была такая идентичная в конце июля и повторно здесь же набросили немножко покупок здесь вот диапазон 74 700 750 74 450 30 тонн 301 24 то есть но есть ребята если даже этот уровень байра не отпустят цену то есть у солеров если не получится пробить даже этот диапазон соответственно покупки еще могут продолжаться если все-таки пробьют то тогда можем их заметить поддержку опять же стороны байеров вот в этом диапазоне вроде все четыре сто вот такие события у нас по рублю но рубль без спотик спотиуса будет неполноценным узор и так 3 миллиона оборотец вчера соответственно два с половиной сегодня три миллиона у нас неоднократно периодически появляется такой оборот ну из последних это был как раз 30 число июля вот и вот сейчас под конец и августа у нас торговый день вот здесь этот торговый денечек плотный очень плотный диапазончик байеров начиная 73 с половиной по 74 вот здесь как вы видите очень приложились в общем-то серьезно приложились ядро также идет в этом диапазоне все ядро на покупку по дальнейшим ценам как видите закрыли там ну закрывает в районе 74 90 75 сейчас на 85 здесь 74 и 6 300 к где дисбаланс потом 129 квад здесь же рядом 74 с половиной 108 к диапазон и 74 2 159 тысяч то есть это уровни которые вот могут еще послужить ориентируем качестве поддержки возьмите на заметку это был рубль так у нас остался еще с нп и биток давайте с нп и по конец биткойн я уже говорил что будут стараться тащить индексы пока есть возможность но но думаю на следующей неделе когда огласят минус 30 с копейками процентов просадку пвп за второй квартал уже нервы в многих не выдержат и начнут скидывать пакеты видо был упив в аккурат держат прям смотреть вообще просто стараются даже не давят не не давать намека на какую-то продажу но как вы видите расширять коридор с каждой неделе им все сложнее и сложнее то есть это прям напрашивается уже падение по локациям я взял непосредственно по текущей неделе средств потому что тут каждую неделю очень давать по открытому интересно сначала пройдусь значит 22 и 650 264 незначительная просадка там ну даже пока не пахнет фиксации то есть стоят просто на одном уровне без особого притока видо был упи просто пощупали было 33 48 крас уровень потом у нас получается по ликвидности не самая активная неделя опять же сейчас идет сезон отпусков и вот получается следующая неделя последняя и потом начинается 8 соответственно вот просадка по ликвидности она прям все все по расписанию пиковый день был 19 число там красным набросали немножко продаж это была единственная сессия с итоговой дельтой за день на short 20 он все остальные сессии на покупках даже вот с текущая пятница с горем пополам она осталась коридоре четверга а четверг остался в коридоре среды то есть вот волатильность немножко сужается я на там желающих все меньше и был по ликвидности тоже видели желающих все меньше и меньше пока на самом то есть индекс сейчас вот в такой ситуации что покупать уже как бы а стоит ли лучше подождать нового контракта чтобы тариться хотя бы там с горизонтом на неделю и соответственно шортить пока вот коварда не выпускают из диапазона уровне поддержки здесь отмечены из таких ключевых я бы отметил 30 353 6 и 6 тонн потом весь диапазон 30 69 по 33 73 здесь 13 он 5 4 так далее цена сейчас пока болтается выше 33 78 33 82 здесь очень плотненько по семерочки по пятерочке но итогово набрали плотный коридор поддержки вот между двух огней по троечка болтается кто выпустит коридоры выпустят баеры соответственно но там уже второй уровень поддержки нас получается вот этот диапазон если вот вы еще будете наберете смелости искать точки входа на покупку то как бы ну не советую конечно под конец но в целом спекулятивно почему бы нет 33 73 69 это вот второй уровень поддержки это первый не факт что удержит атаку но вот если что тогда уже на втором принципе они спокойно могут просесть идут 33 50 тут видо будет придет здесь точечно я отметил уровень поддержки все 3 все 6 10 вот если уже про продавят и 33 69 то покупки наверное пока не успокоятся пока не будут два-три дня падения я бы допустим даже спекулятивно не лес покупки но когда уже так пару дней упадет но можно будет там 33 40 45 чисто спекулятивно попробовать взять за счет вот этих под локацией протестировали не этот уровень и видо было пиздец идет но в целом как бы сразу идти в бой в понедельник вторых на бай немножко будет но как минимум психологически сложным она short пока сигнала нет то есть пока не 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 стартанули то есть как вы видите по дельте одни покупки идут это был и сын пим вот остается чисто спекулятивность такой спекуляция вот в часе в двух-трех внутри сессии это очень аккуратным что мясорубка уже идет не одну неделю то здесь два дня таких прям здесь два дня таких же прям под сразу же меняется направление точно шорт вроде бы загоняют всех на продаже из на следующий день на покупку то же самое было на этой неделе на шорт в среду и четверг сразу же обратно на покупку пятница висит пока без особых целей ну перед выходными зачем правда так это было сын пим и напоследок у нас сейчас будет берись и би . на би . у нас скачок в конце июля происходит 24 числа прям с гэпом открываются и выходят на уровень 22 12 с половиной тонн и пока зависли вот 11 с половиной 12 половиной болтаются в этом диапазоне отметил самый плотный коридорчик сейчас вот 1250 по 11 600 сам это как бы ядро текущая и взял непосредственно если вы обратите внимание то открытый интерес здесь у нас получается рост открытый интерес ну прирост достаточно серьезный произошел вот у нас десятка держится и потом чуть начали фиксироваться вот эти две сессии 18 19 числа это вот коррекция пошла непосредственно за счет фиксации немножко открыли 20 и собственно без изменений 21 то есть вот эта фиксация произошла коррекция идет за счет фиксации то есть не входят в шарты я как бы упрощу немножко информацию подачу а корректос произошел просто за счет фиксации вот непосредственно там 17 18 числа и застыли опять на этом диапазоне но в целом я вот за сканер вот этот уровень который они заняли с 5 числа 5 августа вот они заняли коридор до болу пик раз в районе ядра идет 11 800 и по срезу сейчас немножко ярче сделаю этот срез вот он вы видите вот это вся плотность она идет вся на шортах вот этот весь коридор 11 680 12 тонн все нашел так но опять же цена спокойно сейчас держится в этом коридоре коррекция резкая произошла за счет явно фиксации три дня пока стоят просто в коридоре и дергаться сразу шортить ну если за шертили там выше 12 это можно еще держать но и точку входа на шорт пока осторожнее я бы сразу так не дергался 11 600 еще не пробили 11 480 вот как раз уровень они вот здесь от диапазон даже вот они же 120 здесь 300 к ой ника просто 300 контрактов 211 и 155 все остальное вот здесь на шортах то есть в принципе предпосылка к шортам есть и неплохая вот и ну аккуратно работать видно потому что здесь неуверенно себя чувствует выросла цена все сразу фиксирует то есть это явно не долго срок на рост но в целом может повторить такая схемка как раз чем больше жути начнет появляться вокруг в средствах массовой информации я думаю что там в районе не самый как бы защищенный будут считать но сюда тоже явно будут перебрасывать часть своих запасов инвестора значит 100 к оборот да за этот с 5 августа и 2 600 на шорт и общая дельта в этой все активности а вот такие события были на биткоине спасибо за внимание немножко с опозданием сегодня будет выпуск но в целом сентябре по средам будут открыты вебинары которые в рамках продолжительного этапа обучения начнется 12 октября как стадии трейдером всего хорошего с вами был не шлемах хороших выходных в целом продуктивной недели берегите себя до следующего обзора до свидания пока